Всем привет, ребята, с вами Исав, и сегодня я покажу, как нам записать сториз с включенной музыкой, внимание, на любых айфонах, потому что при записи видео автоматически останавливается воспроизведение музыки. Я нашел, как это обойти, в принципе, в айфон 11, 11 про и айфон SE эта проблема решается, в принципе, в родной камере, если вы не знаете, то напишите в комментариях, я напишу, как это сделать, а на всех остальных айфонах это, в принципе, проблема. Я нашел решение, ребята, и знаете, где я его нашел? В ТикТоке, мы все вытираем ТикТок, а некоторые интересные лайфхаки иногда там проскакивают, поэтому давайте-ка мы сейчас переместимся в машину, почему? Потому что в основном любители записать сториз с музыкой, это водители, включая меня, но это не значит, что все с вами должны расходиться, это будет работать в любом случае, даже если вы включите здесь на телефоне музыку и начнете запись видео, все будет работать без проблем. Но для начала поставьте лайк, мы начинаем, идемте в гараж. И так, ребята, я прослушиваю музыку в машине непосредственно через USB, но я, насколько знаю, через Bluetooth это тоже работает. Давайте-ка, теперь я запущу песню, подключаю USB. Музыка идет через машину. Теперь я захожу в наш инстаграм. Начинаю запись. Итак, бывает такое, что он в виде картинки не проигрывает, это не так. На самом деле, если мы нажимаем здесь кнопку сверху «Сохранить», он его сохраняет в галерею, и вот здесь уже мы можем без проблем посмотреть его. Теперь такой момент, ребята, а что если вы записываете длинные сториз, допустим? Мы опять подключим нашу музыку. Все, музыка подключена. Заходим обратно в наш инстаграм. Начинаем запись. Сейчас, видите, здесь есть кружок. Мы попробуем сделать второй круг, и по идее это будет вторая сториз. И когда мы сохраним, он будет сохраняться именно что по кусочкам. То есть он сохранится не как цельное видео. Это, в принципе, единственный минус. Вот смотрите, видите, уже пошла вторая запись. Надеюсь, это на записи видно. Все. Давайте-ка мы сейчас отключим. Беззвучный. Видите, теперь у меня есть два видео. Фокусе. Телефон фокусе. Мы сейчас сохраняем два видео. Здесь есть первое видео и второе видео. То есть я его сохраняю. Мы попробуем сделать второй круг. Сохраняем. И второе также сохраняем. И, соответственно, они у нас здесь сохранят как отдельное видео. Вот раз видео. А, нет, он два одиннадцати. Я случайно два раза сохранил. Вот раз видео 15 секунд. И вот второе видео уже 5 секунд. То есть это продолжение того самого видео. Ну, как видите, это все работает. Кстати, опять же, я повторю. Это работает на любых моделях айфона. Не обязательно, что это был одиннадцать про. Итак, ребята, через WhatsApp какие у нас ограничения есть? Во-первых, в WhatsApp его ограничено примерно 24 секунд, 25 секунд. И после этого вы можете это кому-либо передать. То есть выше 24 секунд он сохранит только лишь определенный кусочек, который вы сможете кому-то отправить или поставить в Садос. Но в памяти он, к сожалению, так не сохраняется. И это достаточно неприятно. Поэтому лучше пользоваться Instagram. Там, конечно, будет видео нагрязаться в 15 секунд. Но зато будет у вас полноценное видео. То есть все, что нужно, вы можете подсклеить или обрезать. Да, ребят, вы не думайте, что эта функция работает только лишь если вы подключили по USB или по Bluetooth. Телефон к машине. Это работает и, в принципе, вот таким образом. То есть я же с вами запущу. Давайте-ка я сейчас включу вначале музыку. Вот я включил музыку. Заходим в наш Instagram. Начинается запись. Все, сейчас я включу музыку. Начинается запись. Ну так, согласитесь, звук бывает не совсем хороший. Поэтому в основном этим будут пользоваться люди, которые водят автомобиль. В наушниках это сделать, к сожалению, тоже не получается. То есть запись идет, музыка у вас проигрывается в наушниках. Но в конечном итоге на записи музыки не бывает. Ну что ж, ребят, я надеюсь, ролик для вас был полезным. Поэтому большая просьба поставить лайк. Зайти на канал, посмотреть и другие ролики. Если вам понравится, то и, конечно же, и подписаться. Удачи вам. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok